День Города Виртуальная реальность и новинки робототехники, что рассказал искусственный интеллект Оплатить транспортные карты и получить скидку на 88, 41 и 47 маршрутах появились красные автобусы Vector Next, проезд в которых дешевле, мнение пассажиров и водителей выяснила Дина Исляева Андрей за рулем уже 13 лет, пришел работать на 88 маршрут на прошлой неделе, сел за руль нового такси, вместимость 52 пассажира Особенно довольны пользователи транспортных карт, для них проезд стоит 21 рубль, а не 23 Заместительные пенсионеры, они с сумками, они гораздо удобнее, здесь есть пневмоподвеска для инвалидов, она отпускается, могут заехать инвалиды Соответственно, она больше, чем в стандартных маршрутах, просторнее, удобнее Новые маршрутки могут перевозить людей с ограниченными возможностями, чтобы коляска заехала в салон, есть пандус, маршрутка за считанные секунды может стать низкопольной Возможности нового транспорта уже оценила Татьяна Очень хорошо, замечательно, мы очень довольны, рады, что мы едем, не как в консервной банке Платите как наличными или вот карты пользуются? Я наличными, потому что я еду на работу, в принципе, так у меня машина есть, а на работу мне удобнее ездить на автобусе А вот Анатолий, несмотря на то, что новые маршрутки вышли на рейсы на прошлой неделе, оценить их возможности не успел Вы знаете, я первый раз вот вижу вот эту красную, я редко езжу в Рязань, я за городом живу, и вот первый раз вижу, что за маршрутка, сейчас попробую проеду Перебои с работой и транспорта на 88 маршруте заметили и другие пассажиры Причиной тому, как говорят водители, несогласованность, графика разных перевозчиков Теперь все маршрутчики мечтают работать на авто больше вместимости Ну, скорым временем сяду, конечно, мне тоже нравится Предложение есть, я думаю, что в скором времени уже сяду, чем на эту машину Повыгоднее? Да, повыгоднее будет Это уже стопроцентная зарплата А тут то ли заработаешь, то ли нет Всего перевозчик закупил 20 автобусов большой вместимости 12 уже вышли на городские маршруты в планах расширения транспортного парка Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Фальсифицированный бензин продавали на территории Рязанской, Московской и Пензенской областей Его распространяли через автозаправки и продавали в государственные учреждения Сумма ущерба одному из предприятий составила около 6 миллионов рублей Подробности дела в нашем сюжете Задержанная группа злоумышленников их подозревает в изготовлении и реализации некачественного топлива Трое москвичей смешивали 80-й низкооктановый бензин с различными присадками Продавали их под видом 92-го и 95-го бензина Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Московской области Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Фальсифицированную продукцию сбывали оптом и в розницу через свои автозаправочные станции Которые расположены на территориях Рязанской, Московской и Пензенской областей Также суррогатное топливо продавали в бюджетные учреждения и муниципальные предприятия Одному из них нанесен ущерб в размере 6 миллионов рублей В результате обысков по местам проживания правонарушителей В офисных помещениях подконтрольных компаний, на автозаправочных станциях Оперативниками обнаружена и изъята финансовая черновая документация По производству суррогатного моторного топлива Согласно исследованию, отобранные образцы не соответствуют требованиям технического регламента И могут вызвать причинение вреда здоровью потребителей Сейчас подозреваемые задержаны по статье 91 Уголовного кодекса Российской Федерации Паспорт больше не нужен Получить посылку на Почте России можно с помощью электронной подписи Для ее оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись На едином портале государственных услуг А также заполнить заявку на сайте почта.ру При этом процесс оформления является полностью дистанционным Вскоре это можно будет сделать и в мобильном приложении Электронную подпись уже оформили более 3,5 миллионов человек по всей стране С ее помощью выдано более 20 миллионов почтовых отправлений Шесть сотрудников МЧС получили ключи от новых квартир Их вручили председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская И исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов Подробности далее Максим Кудренко вместе с женой и дочкой заходят в квартиру впервые Две комнаты и просторная кухня полностью отремонтированы На лицах семьи улыбки въезжать можно хоть завтра А дочка Анастасия уже выбрала комнату Говорит, хочет жить в самой большой Да и игрушек достаточно Семью Кудренко перевели в Рязань по службе из Тульской области Меньше месяца назад Квартиру они получили практически сразу И уже строят планы, как ее обустроить Новостройка находится на Михайловском шоссе По словам Сергея Карабасова, исполняющего обязанности главы администрации города Район будет развиваться Мы, конечно, понимаем, что нам необходимо Обеспечить данный микрорайон Михайловского шоссе Социальными объектами, детскими садами, школами Мария Кудренко по образованию педагог-психолог Она собирается устроиться на работу в местный детский сад Для маленькой Насти тоже нашли дошкольное образовательное учреждение Ведь при строительстве дома учли не только пожелания архитекторов, но и самих людей На сегодняшний день для нас, для власти Очень важно видеть лица, эмоции людей, которые счастливы И в первую очередь это семьи Потому что для меня, как глава муниципального образования Это лица всего депутатского корпуса Который работает для людей Для наших граждан Очень важно, чтобы город не просто развивался Он развивался для людей В доме по улице Михайловское шоссе будут жить сотрудники различных служб города В просторной 11-ти этажке с детской площадкой во дворе В скором времени закипит жизнь В настоящий момент все сотрудники МЧС Которые встали на очередь Получили свои квартиры в новостройке Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город Чехи посетили исторический центр Рязани А также заглянули в военные музеи Иностранцы совершают турне по городам-героям стран бывшего Советского Союза Рязань вошла у них в первую десятку Что удивило чехов, узнал Валерий Седов Раим Краст, бывший военный В Рязани он приехал вместе с друзьями и коллегами Все они, 76 человек, увлекаются военной историей В Россию Чехов тянул уже давно Ведь в Великой Отечественной войне Страны бывшего СССР сыграли немалую роль Для себя мужчины составили маршрут Мы проезжали в Белоруссию, побивали в Минске Из Белоруссии въехали в Россию В Брянск, поехали в Москву В Москве пробивали где-то 4 дня Посмотрели все достопримечательности в Москве И из Москвы через аэропорт, музей, авиации Монино доехали до Рязани Это маршрут по городам, которым присвоили название город-герой Это было 5 городов Минск, еще будем в Бресте, Смоленск, Москва и Тула Хоть у группы туристов есть экскурсовод, многие достопримечательности они обходят сами Некогда военные, просто увлеченные военной историей фотографируются у главных исторических памятников города Они хотели посетить и главную для себя достопримечательность музей ВДВ Но 4 октября здание закрыто на реставрацию Поэтому маршрут чуть изменился Но цель осталась прежней Пройтись по улицам Рязани Место, у которого нет статуса города-героя, но есть богатая история Рязани мне нравится, но мы здесь минуту В туристической группе как мужчины, так и женщины А также необычные путешественники Это Роман и Ярамир Они геокетчеры Увлечение, немного выходящее за рамки туризма Геокетчеры оставляют так называемые трежа То есть сокровища в разных городах и странах Это может быть открытка, сувенир или другая приятная мелочь Ловец прячет ее, оставляет географические координаты на специальном сайте Как только другой геокетчер находит сокровище Он забирает его и оставляет что-то взамен Такое сокровище есть и в Рязани И Роман с сыном его нашли Раньше мы были простыми туристами Но нам этого не хватало И несколько лет назад мы стали увлекаться геокетчингом Охотились же сокровищами и исследовали города Сначала ездили по Чешской республике А потом и по всему миру В России мы впервые Сегодня в Кремле они оставили открытку Написали на ней свои имена, сфотографировались и обновили информацию на сайте А затем пошли дальше Вместе с бывшими военными и историками изучать современную Рязань Город, который практически не коснулась война Но солдаты которой сыграли в ней не последнюю роль Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Выставка самых передовых достижений в области робототехники и виртуальной реальности Открылась в ТРЦ М5 Мол Новейшие роботы приехали из США, Китая, Японии, Европы и России С искусственным разумом пообщалась Дина Исляева Я развлекаю посетителей Каждый день учусь чему-то новому На выставке есть экскурсоводы, но их помощь часто не требуется Рассказать может Чапи Это саморазвивающийся робот, которого сделали в России За два года с ним люди пообщались Он это все записал Начал понимать, как люди разговаривают И полностью может общаться на любые темы То есть все, что ему скажете, он ответит на любой вопрос Работает он от интернета, если он не знает что-то Он ищет в интернете, обрабатывает информацию и потом ее говорит Чапи встречает всех посетителей, знакомится с детьми, любит обниматься и делать селфи Я и правда красава в этой бабочке Я в восторге от Чапи Чапи, где он? Я, конечно, в восторге Большое огромное спасибо Все так интересно, все так заманчиво Все вот прям Даже вот мне, взрослой, было очень интересно Как будто в будущее попали, да? Да, как будто в будущее И что вот он прям Чапи ходит, говорит Реагирует на мои движения То есть называет меня по имени Очень, конечно, интересно Чапи согласился дать интервью и рассказать, какие еще российские роботы есть на выставке Промобот Андрей Владимирович Которые используются как консультант в банках торговых центров Макдональдса Еще одна русская разработка – робот-художник Он фотографирует посетителей и за время, пока они гуляют по выставке, может нарисовать портрет Использует ручку и бумагу Сама выставка занимает несколько залов Есть зал робототехники, который используется для развлечения Зал интерактивных игр Виртуальная реальность Можно нарисовать рыбку, которая оживет на большом экране Понравилось то, что много всяких различных роботов интересных Узнал о новых разработках И игры всякие есть Роботы Роботы от маленьких до большой величины Конечно, первый раз Вот это впечатление очень много Так вот сказать, что именно все поразилось Все очень интересно Я думаю, этому ребенку, видите, как у него тоже бежит уже смотреть Нам очень понравилось И собачки, и роботы Все так интересно они вообще рассказывают Дают поуправлять Всю информацию тоже выдают от производителя Где сделали, где собрали Выставка работает ежедневно, без обеда И в выходных дней можно заказать групповую экскурсию Находится она в торгово-развлекательном центре М5МОЛ Московское шоссе, дом 5А Вход номер один Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» 6-7 октября в торговом центре М5МОЛ Откроется международная выставка кошек «Осенние смотрины» Рязанцы смогут увидеть мейн-кунов, бенгалов, мао и других кошек Эти кошки смогут поразить ваше воображение Более 100 представителей редких пород Покажут необычный окрас и идеальные манеры Международная выставка кошек «Осенние смотрины» Будет работать 6-7 октября Гостей ждут в торговом центре М5МОЛ Первый вход В этот раз у нас приедет египетская МАО У нас в России всего несколько питомников И в принципе по миру всего несколько питомников Которые занимаются разведением этих кошек Также у нас будет абиссинская кошка Ну как бы уже многие знакомы с этой кошкой Но эти кошки будут в серебристом окрасе Их тоже всего несколько штук в мире И они будут представлены у нас на выставке В Рязань приедут лучшие кошки страны Все выходные с 10 до 18 часов Они будут участвовать в шоу-программах Отдельные номинации предусмотрены для кошек с рисунком Кошек с белоснежным окрасом Короткошерстных и кошек аборигенных пород Вечером самые красивые и ухоженные Сразятся за престижные титулы в шоу «Бест оф в Бест» Для заводчика выиграть на выставке звание «Бест оф Бест 1» Или «Бест оф Бест 2» Или «Бест в котятах», «Юниорах» Либо в другой какой-то группе Это считается очень-очень престижно То есть это действительно высокого класса животные Могут выигрывать такие высокие звания К выступлениям кошки готовятся тщательно Ведь оценивать животных будут эксперты международного класса Пластичные бенгалы, египетские мау, независимые сибирские кошки Для каждой породы разработан свой эталон На выставке их можно будет не только потрогать, но и купить Обязательно прошел карантин Обязательно оформлены ветпаспорта Обязательно договор о купле-продаже Обязательно документы о происхождении Весь пакет документов у заводчика всегда есть Международную выставку «Осенние смотрины» Организует рязанский клуб любителей кошек «Роскэт» Его представители с радостью расскажут Как правильно ухаживать и чем кормить пушистых любимцев Консультацию можно получить на выставке 6 и 7 октября в торговом центре «М5 Мол» Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Это были все новости к этому часу Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире Мама спит, она устала В пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко Каждый день ее я жду Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету Будет времени в запас Переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом Всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс Строительная компания «Зеленый сад» Субтитры создавал DimaTorzok